Всем привет, друзья! С вами канал СТП «Отпуск на даче», сегодня 27 сентября 2024 год. И у нас сегодня, хоть и тёплая, но уже по-настоящему осенняя погода. Да, солнце, я, знаете, вчера ещё такой фраз сказала, солнце светит, но не греет. Но сегодня вроде чуть-чуть тепло, даже вот ещё в футболке можно походить, какие-то дела поделать. Но, конечно, уже осень вступает в свои права. Ну, собственно говоря, сентябрь и так было у нас очень тёплый, баловал нас долго. В этом году, ну, что уж делать. Берёза сыпет листву, убирай, не убирай, выкашивай, не выкашивай, собирай, не собирай. Но пока теперь полностью она листву не сбросит, да и не только берёза, а все деревья, собственно говоря, тут уже ничего не поделаешь. И давайте это видео я посвящу немножечко тем осенним сейчас делам и проблемам, которые у всех у нас в саду. Может быть, даже больше буду сегодня рассказывать, чем показывать, друзья. Иногда, вы знаете, снимаешь видео, стараешься, два дня снимаешь. Вот последнее моё видео было здесь, когда я показывала выкопку, деление, пересадку лилий. Ведь лилии очень известные, цветы и всеми любимые, многим любимые. И, ну, практически есть в каждом саду. И я сняла, как мне показалось, настолько интересные видео. Снимала его, кстати, одна-два дня, потом ещё день был монтаж, и его не смотрят. А иногда вот так просто возьмёшь камеру, походишь по саду, что ты расскажешь, и видео, да, куда-то там взлетает. Сейчас, конечно, уже, друзья, ничего не взлетает с тем, что, ну, YouTube не все имеют возможность смотреть, но, тем не менее, пока это остаётся главной площадкой для нас. И нет столько нигде зрителей, просмотров, как в YouTube, поэтому мы остаёмся в YouTube. И, друзья, призываю вас, если вы садовод-начинающий, много чего не знаете, вам много интересного, смотреть видео на нашем канале. Их огромное количество, больше 600. Вот, есть, друзья, видео обо всём. И какие кустарники, деревья сейчас любят осеннюю посадку, и как ухаживать за кустарниками, деревьями и многими другими растениями в это время года, какие обрезать, какие как подкармливать, какие как поливать, какие не поливать. Ну, хотя я думаю, что все эти призывы, они, конечно, бессмысленны, потому что людям, которым это интересно, уже и так всё без меня находят. А кому неинтересно, ну, тому неинтересно. Что же, друзья, немножко с грустной ноты начала, но без этого никак, наверное, осень провоцирует какие-то такие настроения. И я сейчас стою рядом с такой телегой, в которой у меня росли колиусы в этом году. И с первыми заморозками колиусы, конечно же, друзья, замёрзли. Вот, я рассказывала о том, что их необходимо черенковать, если вы хотите, да, впоследствии вырастить из семян. Кстати, я смотрю, что здесь и семена можно собрать. Смотрите, друзья, со своих же колиусов можно и семена ещё пособирать. Вот, не они маленькие, друзья, вот. Семена у колиусов вот такие маленькие-маленькие. Вот, не они. Но имейте в виду, что если колиусы у вас какие-то гибридные, то с них, собственно говоря, собирать семена бесполезно. Они у нас размножаются только вегетативным способом, то есть черенкованием. Ну, и сад наш приобрел такую странную картину. Вот эта вот такая телега с такими колиусами сухими стоит посреди, да, лужка. Сейчас буду их срезать, что-то сюда симпатичное пока поставлю на первое время. И пойдёмте, друзья, пройдёмте по саду, покажу вам. Георгины, конечно же, замёрзли, что очень жаль. Да, к нам пришла наша любимая Марта. Красавица моя, любимица моя, девочка моя. Да, где наши коты, кстати, что-то их сегодня не видно. Но я думаю, что они ещё сегодня появятся. Пойдёмте, друзья, посмотрим георгенчики. Покажу вам, расскажу про георгены, когда их копать, где хранить. Очень много вопросов по георгенам. Они, кстати, подмёрзли. Ну, и также расскажу ещё кое-чего интересненькое. Вот, друзья, как раз прохожу мимо колесов. И если вы не поняли, как собрать семена, вот, собственно говоря, эти метёлки. Но вот здесь семена ещё не вызрели. Они, соответственно, у нас вот ещё тут даже цветочки доцветают. Друзья, собирайте. Так, сейчас вам пытаюсь показать-то где. Где же показать? Ну, вот, наподобие. Но надо, чтобы ещё вызрели получше. Вот с таких сухих вот так проходите. Вот так собирайте семена. И, пожалуйста, можете сеять. У меня здесь, смотрите, кстати говоря, но здесь ещё не вызрели, друзья, чуть-чуть попозже. Смотрите, у меня вот здесь стояли колиусы разных сортов. И, соответственно, они все переопылились, пока здесь свели. И вот как раз на семенах это всё и отразится. И когда будем сеять семена, если вот так вот собрать, с переопылившихся растений, они, конечно же, здесь разных сортов, ещё раз говорю, переопылились. Может быть, даже какой-то интересный новый, новая расцветка. Да, уж не назову это сортом, ну, почему нет. Пойдёмте, друзья, пройдём, да, к нашим георгинам, конечно. Какое-то сегодня такое немножко у меня упадническое настроение. Мне кажется, это даже чувствуется. Но видно, потому что солнца нет, осень. Не хочется, чтобы лето уходило, а оно неизбежно уходит. И ты это понимаешь. И уже в предвкушении, друзья, вот этих осенних работ сложных, укрытию по обработке роз. Поэтому по обрезке различных растений я стараюсь весь свой сад обрезать, друзья, ну, по максимуму, насколько это возможно. Во-первых, объясняю почему. Пойдёмте, буду идти и рассказывать. Ну, во-первых, знаете, мне очень нравится весной чистый сад. Когда снег тает, да, мы убираем какую-то опавшую листву, где-то она местами остаётся. Что-то, да, я убираю с газона. В принципе, ну, всегда такие работы всё равно есть. Сейчас как бы сад с осенью мы не убирали, но весной чуть-чуть это всё подгребаешь. Но таких дел, ну, совсем немного. В том случае, если сад с осенью хорошо убран. Я вот, друзья, люблю отправить сад в осень в убранном таком хорошем, чистом состоянии. Мне кажется, это просто залог успеха и залог того, что растения наши в саду болеть не будут. Потому что, конечно, вот последние видео на моём канале, они были посвящены обрезке, в том числе на зиму, да, многолетних растений. И, конечно, от многих из вас есть комментарии, зачем это всё обрезать. В природе ничего не обрезается, и все растения можно не обрезать. И это действительно так. И в моём сборнике по обрезке гортензий, не только по обрезке гортензий, друзья, по обрезке гортензий, само собой, их необходимо обрезать. По обрезке растений на зиму я как раз с этого начинала вступление. Для чего мы обрезаем сад? Вы знаете, если всё оставить, как оно в природе будет, то вообще у вас всё будет не так, как вы запланировали. Пойдёт не так, как вы хотели. Это я вам сто процентов говорю, потому что в природе, во-первых, растения борются между собой за право существовать. И если здесь, например, дать возможность расплодиться, вот ясколки, она мне тут неплохо заплела, как вы видите, расстояние между растениями, ну, в этом плане она мне здесь необходима, она не мешает, но очень много растений, которые, знаете, одни растения, у вас будут вытеснять другие. Вот, и поэтому растениям, им приходится помогать, в том числе и хорошо уходить на зимовку, потому что, еще такой момент, в природе, друзья, растения, они какие, видовые. Ведь сортовые у нас там никакие растения не растут в лесу, они все видовые, сорта уже люди выводили, да, скрещивая одно растение с другим, перепыляя их, и таким образом выводятся гибриды, сорта и прочее. И растения сортовые, гибридные, они не могут бороться за жизнь так сильно, как видовые. И, соответственно, если вы вот такие гибридные сортовые растения будете оставлять на произвол судьбы, на зимовку, то еще неизвестно, что с ними будет. Кроме того, у нас, конечно же, да, в растительном мире, помимо растений, что еще, и насекомые, и вредители, и грибки, и если мы не будем убирать пораженную наземную часть растений, то это все будет являться прекрасной средой для размножения всех наших болезнетворных бактерий. И хорошо будут насекомые, и вредители там зимовать, и, собственно говоря, каждый новый сезон у вас будет одно и то же. Я против, против, знаете, таких искореняющих обработок сада, я сама их не провожу. Как-то пробовали на яблонях, ну, я поняла, что это не наше. Но, тем не менее, есть, например, такие растения, как розы, которым просто, ну, необходимо жизненно, такая вот хорошая обработка, призимняя. Опять же еще говорю, не всем растениям, но я против искореняющей обработки сада полностью, чтобы вот каждое растение обработать каким-нибудь там железным или медным купоросом. Нет, я против этого, но для того, чтобы все-таки грибки наши не размножались, и насекомые нам не мешали сильно жить, я считаю, что те растения, которые можно обрезать на зиму, их обязательно надо обрезать. Да, вот к их числу относятся хосты, надо удалить их наземную часть. После того, как их несколькими морозами ударит, она очень легко вот так собирается. Да, я удаляю всегда, друзья, наземную часть пионов, ну, и многие другие многолетники, лесу которых надо обрезать. И сейчас мы с вами подошли, друзья, к Георгинам. Ой, какой ветер. Совсем недавно здесь был такой красивый, чудесный вид. Но первым заморозком георгины наши ударила. И вот важно, да, что сейчас необходимо знать про георгины. Когда их выкапывать из земли, где их хранить, и прямо сейчас это делать, или попозже можно. Вот смотрите, друзья, заморозки-то у нас были совсем пока небольшие. И заморозками ударила вот эту верхнюю часть георгинов. А внизу, смотрите, у них еще вполне здоровые листва. И это говорит о том, что за счет этой здоровой листвы еще происходит питание корневища посредством фотосинтеза. Корень наш разрастается, клубни георгины разрастаются, и поэтому копать их еще рано. Вот, если есть возможность копать их после того, как полностью ударит заморозком всю вот эту часть окончательно, всю наземную, не раньше, то раньше этого делать не надо. Если, конечно, у вас такой возможности нет, то и сейчас вы тоже можете уже их выкопать. И хранить наши георгины, друзья, лучше всего с комом земли, не стряхивая сильно с них землю. Ну, конечно, не надо огромный ком сохранять, но просто чтобы вокруг корневища была земля. Вот так старайтесь выкопать, чуть-чуть стрясти, просушить. Обычно я в теплице на неделю оставляю. А потом, друзья, вот вместе с этим комом земли я закладываю в такие мешки. Сейчас такие большие синтетические мешки для мусора продают. Вот они отлично подходят для таких целей. Не полностью полиэтиленовые, друзья, а такие с дырочками, синтетические. И на моем канале даже есть видео, где я показывала, как я храню эти георгины. И они всегда прекрасно сохраняются. Не надо их никак там увлажнять дополнительно. Даже если земля на корнях пересохнет, они все равно отлично сохраняются. И это просто, ну, стопроцентное сохранение. Не надо ни в коем случае, друзья, эти клубни вытаскивать, промывать, обрабатывать как-то не надо. Вот с большей долей вероятности вы их не сохраните. Я пробовала по-разному, разные методы, и много там в интернете читала, и пробовала применять. Нет, лучше всего работает только такой метод. Сохраняем с комом земли в мешках или в коробках. Точно так же, друзья, сохраняем и канны. И канны также. И все это мы храним при минимальной положительной температуре в темном помещении в подвале. Если у вас подвал есть. Если у вас нет подвала, можно сохранить, конечно, и где-то на застекленной лоджии. Но обязательно предусмотрите, чтобы температура там была, не опускалась ниже 0 градусов. То есть, да, если передают какие-то сильные заморозки, значит, укутывайте куртками, каким-нибудь фольгированным таким материалом, который тепло сохраняет. Ну, в общем, это уже, как говорится, ваша главная боль, если нет подвала. Потому что, ну, на нет и спроса нет, если у вас нет подвала, конечно, плохо. Потому что все вот такие вещи, как георгины, гладиолусы, канны и всякие другие цветы, которые мы выкапываем, многие лилии выкапывают. Если это какие-то теплолюбивые сорта, то и лилии также выкапывают. И хранят в темном прохладном помещении при температуре чуть-чуть выше 0 градусов. Также, кстати, сохраняем и клубни бегоний. И обо всем этом, друзья, о хранении георгин, о том, как я 1 ноября копала свои гладиолусы, раньше я их не копаю, потому что гладиолусы тоже очень хорошо выдерживают под землей температуры. Там 1, 2, 3 и 5 заморозок легко. И не надо их раньше копать, они как раз, пока находятся в земле, приобретают дополнительный иммунитет и растут. И часто, когда я выкапывала луковицы аж 1 ноября, ну, конечно, осень, она у нас в последнее время нас радует таким теплом, и я их рано не копаю. И я, друзья, выкапывала с одного стебля, с одной посаженной луковицы, 2-3 еще дополнительных, потому что они там продолжают зреть и очень долго приобретают такую силу. А когда мы выкапываем рано, вот эти георгины, гладиолусы, то мы часто не даем растениям подзарядиться таким хорошим иммунитетом во время заморозков. Что ж, пойдемте чуть-чуть наведем красоту, потому что георгины мне дико не нравятся, я сейчас просто обрежу их, вот эту верхнюю замерзшую часть, а все остальное пока оставлю, вдруг еще октябрь будет теплый. Конечно, он не будет уже теплый, это понятно, и вряд ли они расцветут, но, по крайней мере, их корневища, они дозреют, больше, еще больше разрастутся, и выкопаю я уже гораздо больше корней, чем могла бы выкопать, если вот буду выкапывать их уже сейчас на хранение. Пока еще очень и очень рано. Вот как не жалко, друзья. Я перед заморозками, конечно, их тут некоторые георгины своим успела срезать. Вот эти, кстати, не стала срезать, потому что потом к вечеру посмотрела, прогноз погоды нам уже мороза не обещала, он все-таки был, поэтому некоторые оставила. Но, чтобы сад наш был в таком красивом осеннем виде, пусть и осеннем, но красивом, все-таки за ним надо ухаживать. И сейчас продолжаем это делать. Хотя я знаю, что многие это делать уже не любят, на сенний сад вот относятся, вот еще раз говорю, вот так как-то наплевательски, и потом в итоге мы получаем болезни в следующем сезоне. Здесь такая роза ветров нехорошая в этом месте, сквозняк. Здесь всегда у нас, друзья, ветер. Паша сказал, друзья, что без них стало красиво. Ну, это действительно так, потому что, когда растения замерзли, никакой красоты они в сад уже не привносят. Ну, а пока пусть растут, еще тепло. Я еще раз говорю, корень их продолжает питаться и разрастаться. Смотрите, друзья, рядом со мной флокс. Очень много всегда вопросов по флоксам. Ну, о флоксах у меня тоже есть видео о том, как их правильно отправлять на зимовку. И не только о флоксах, друзья, обо всех буквально растениях. Я вам ссылочки оставлю в первом закрепленном комментарии. Смотрите, пожалуйста, у меня снято видео буквально, наверное, на все существующие темы. Но, да, вкратце о флоксах. Вы знаете, их тоже еще обрезать рано. Их мы обрезаем не раньше, чем в середине октября, когда полностью завянет их вся наземная часть. Сейчас, чтобы они не тратили силы на воздревание семян, можно, если вам вот это все мешает, тоже вот так пройти их обрезать. Но я этого никогда не делаю с флоксами, я этим делом не заморачиваюсь. Мне кажется, они, в принципе, неплохо смотрятся в том виде, даже в котором они есть после цветения. Хотя, знаете, мне подписчики писали, что кто это делает, у того бывает флоксы еще и повторно зацветают. Они начинают вот здесь выпускать из пазух листьев, да, из пазух вот здесь вот. Почки просыпаются и еще и дополнительно цветут. Да, друзья, такое, конечно же, возможно, но здесь надо действительно этим серьезно заниматься. Я этого не делаю. И флоксы обрезаем, конечно, позже. Ну и куда же их обрезать? Флокс еще белый, даже цветет, видите? Ну и, друзья, вот запомните, да, такой основной момент, основное правило. Мы все обрезаем лишь после того, как это все у нас завянет. Вот как полностью флоксы наши пожелтеют, листочки завянут, вот тогда придет время их обрезать. Вот опять-таки, да, по поводу весенней обрезки флоксов. Кто-то мне писал, да их можно и весной обрезать. Конечно, можно, но надо знать о том, что у флоксов очень рано начинают подвигаться вот эти вот почки, да, и начинают расти побеги из-под земли. И очень часто весенней обрезкой наземной части, вот этой завядшей, которую мы с осени обрезали, так же, как и у пионов, кстати, мы ломаем почки. Особенно у пионов почки сильно ломаются, имейте это в виду. Да и у флоксы тоже. Поэтому еще раз говорю, все, что можно обрезать с осени и отправить в сад в таком хорошем, чистом виде на зимовку, я все делаю с осени. Как бы сложно это ни было. Зато потом, друзья, знаете, весной какая красота. Когда выходишь в сад, и все чистенько, природа просыпается, какие-то почки кругом вылазают во всех клумбах, флоксы, пионы, да, гонят свои какие-то почки. Это очень красиво. Рядом со мной скумпия кожевенная краснолистная, которую, друзья, я высаживала в этот цветник в 2020 году. И даже с Пашей видео об этом снимали. Паш, помнишь, мы еще с тобой будильники от кротов сюда закладывали. И, кстати, будильники от кротов нам супер-супер-супер помогли. Я вот недавно в телеграм-канале даже видео ссылку дала на те видео, где мы закладывали будильники. А ну и в Дзене это видео есть, и в Ютубе. Здесь тоже сейчас оставлю вам, друзья. И вот если хотите посмотреть, какой был этот цветник 4 года назад, вот посмотрите это видео. Мне кажется, очень интересно иногда вот посмотреть, что как было, что как стало, как меняется. И вот эту скумпию кожевенную мы высаживали как раз, друзья, в 2014, в 2020 году в это место. И я помню, что первую зиму она у меня обмерзла. И, ну, наземная часть потом она заново от основания разрослась, а потом больше уже не обмерзала. Я никогда ее не пригибаю, не укрываю, отправляю на зимовку так, как есть. Мне кажется, она уже просто приобрела какую-то такую силу корневую, и неплохо у меня зимует. В этом году даже цвела. Не очень хорошо, но цвела. Потому что заморозки были, и вот эти цветочные почки, они здорово их заморозками майскими побила, возвратами, но все равно цвела. Так что, друзья, заходите, смотрите, ссылочку вам оставлю. Мы там с Пашей в самом начале нашей блогерской деятельности, может быть, даже чем-то отличались от тех людей, которых вы сейчас видите на экране. Потому что любая деятельность и любой опыт, он, конечно, нас меняет, и в плане личности. Опять же, мы приобретаем какой-то опыт, учимся говорить на камеру, ее не боимся. Когда-то боялись, когда-то стеснялись, и много чего разного было. В общем, сегодня у меня какой-то ностальгический блог. Пойдемте к телеге с колюсами, приведем ее также в порядок. Субтитры создавал DimaTorzok Обрезали-обрезали Паш-березу, и все равно она ссорит. Вот такое ссорное дерево. Береза у нас дерево самоочищающееся, и она постоянно вам будет сбрасывать какие-то старые из своей засохшей веточки. И на самом деле, друзья, об этой чудесной березе, это, конечно, видовая береза из леса, и об этой сосне прекрасной. У нас есть видео на канале о том, как мы это все подрезали. Как раз, друзья, я рассказывала, почему я не рекомендую приносить на участок сосну. И очень хотела донести до всех начинающих дачников и садоводов, у которых совершенно небольшие участки, на которых изначально сосны не росли. Вот хотела донести информацию о том, что не приносите сосны из леса и березы. Вот эти все лесные деревья на вашем участке не нужны. Видео набрало огромное количество просмотров. По-моему, полмиллиона. И мне кажется, вот в том видео я настолько очевидно рассказала, что это не надо приносить на участок, если этого изначально на участке нет. Особенно, если участок ваш небольшой. Но сколько было комментариев, касаемых того, что мы обожаем сосны, у нас участок в сосновом лесу, и это супер. Друзья, ну я же не говорила о том, что если вы взяли участок в сосновом лесу, срочно вырубайте сосны. Конечно, если у вас участок в сосновом лесу, я бы сама была рада такому участку, но у нас вот нет таких сосновых мест. И вот из-под Питера мне писали, вы что, у нас так ценится, когда сосны на участке. Друзья, если вы в каких-то сосновых заповедниках, вы знаете, это супер. Я однажды была в отеле в Турции, в Сиде, и там каждая сосна была пронумерована. Это был сосновый заповедник. И даже если строился корпус, где люди жили, бунгало, и там росла сосна, под эту сосну в балконах дырки делались, для того, чтобы эту сосну не рубить. Это понятно. У вас свой микроклимат на участке, вот этот сосновый. У вас кислая почва. У вас прекрасно будут расти какие-то тенелюбивые растения, теневыносливые, рододендроны, различные верески и прочее. Но если у вас участок, вот как у нас, солнечный, вот просто вот лужок вот такой, не надо приносить сосны на участок, особенно если на участке у вас всего там 6-15 соток. Это очень тяжелое дерево для того, чтобы его сдерживать в росте. Я еще помню, знаешь, Паша, тогда сказала, что лучше елку принесите, если сильно хочется. Сколько же посыпалось комментариев, а вы знаете, что елку ломает, когда у нее, когда, собственно говоря, происходит ураган. Так всегда речь идет о формировании. Если елку обстригать с самого начала, то можно ее сделать красивую, устойчивую, пушистую, невысокую, которая не повалит, поверьте мне, ни один ураган. Я вот хотела колюсы, Паша, обрезать, но я сейчас сначала елку покажу. В общем, у меня сегодня какое-то такое видео, наверное, наболело за все годы введения канала, а канал наш очень популярный, и я думаю, редко какой садовый канал может похвастаться такими огромными просмотрами каждого видео, как наш. Я, конечно, понимаю, что аудитория очень разношерстная. Кто-то слушает видео внимательно, кто-то их вообще не слушает, а сразу писать начинает. Кто-то половину прослушает. Но хочется все-таки доносить информацию. И когда общаешься с таким количеством людей, может быть, это счастье, а может быть, наоборот, это не очень хорошо. Я не знаю, как лучше для человека, но вот постепенно откладывается в душе, ну что-то такое, вот и порой хочется донести все-таки эту информацию. Друзья, еще раз, если вы принесете елку из леса, поставите ее на участок и будете ее формировать, ключевое слово, услышите меня, формировать, она у вас не вырастет такой огромной, как сосна. Формировать елку намного легче, чем сосну. Намного. Она очень легко пробуждает свои почки даже там, где нет зеленой части, в отличие от сосны. Встричь елку можно в любое время, хоть зимой, хоть весной, хоть осенью сейчас, хоть летом. Она прекрасно отзывается на слишком. А вот сосну формировать надо только по вот этим свечкам зеленым, которые у нас бывают в конце мая, в начале июня. Этот момент надо уловить. И сосны, их, они очень тяжело пробуждают почки, вот посмотрите над сосном, от старой части. Вот там, где уже одревесневшие побеги, вот если вы этот побег резанете, да, вот какую-то ветку, то там уже у вас никогда ничего не вырастет. И это очень и очень сложно, поверьте мне. Посмотрите, какая структура вот этого дерева у сосны. Кстати, видео есть на канале о том, как Паша ее обрезал. Посмотрите, кому действительно интересно. Очень много комментариев писали о том, что вы ее запустили, вы ее не формировали. Вот мне такое ощущение, что люди вообще порой не слушают, что эта сосна формировалась буквально там, я не знаю, с 3-го, с 4-го года посадки на участок. Вы понимаете, как мы ее не формировали? Сосна растет с 2008-го года. Прошло 14 лет или 16. 16. Вы представляете масштаб этой сосны, если бы мы ее не формировали? Да, мы не специалисты, и мы не смогли сформировать красивые неваки. Но, кстати, мы не ставили себе такую цель. В этом году 20. 20? Нет, с 2008-го, Паша. Да, 16 лет. Мы не ставили такую цель. Если бы, может быть, мы ставили, но в то время, в 2008-м, в 2010-м году, извините, еще у Ютуба не было. Ютуб, по-моему, там в 11-м или в каком он появился, и то далеко не сразу такие обучающие интересные каналы стали появляться. Может быть, если бы мы ставили такую целью, ну, опять же, мы были начинающими, молодыми садоводами. Мы хотели хоть что-то посадить на участке, чтобы была тень. И мы посадили вот это сосну. И вот я и говорю о том, что, друзья, не сажайте вы сосны, потому что вы такие же, скорее всего, с большей долей вероятности, вы такие же неумехи, как и были мы когда-то. А если вы всерьез интересуетесь садом, то вы делаете уже сейчас все профессионально. Вы наверняка смотрите, на какие курсы пойти, где поучиться, где ума-разума набраться. Если вы на эти курсы не идете, на обучение не идете, а смотрите наши каналы, скорее всего, наш же любительский канал, значит, вам просто вот так же это все интересно, и вы хотите как-то озеленить свой участок, ничего в этом не понимаете, и у вас будут огромные проблемы с соснами, поверьте мне. А елку формировать гораздо проще. Пойдемте, я вам покажу елки, которые мы сдерживаем в Росте уже много-много лет. И они выглядят очень и очень красивыми, и совсем небольшими. И здесь у нас высажены вот такие елки, которые мы приносили из леса 10 лет назад. Вот вы видите их высоту? А все от постоянных стрижек. Вы видите, какие они пушистые? Елку таким образом можно сдерживать в Росте очень-очень долгое время. И она у вас может не вырастать больше 2,5-3 метров, сколько вы ей отведете. У елки очень легко можно резать макушку, она очень легко это переживает. Смотрите, что происходит, если мы обрезаем макушку у елки. У меня, кстати, есть видео, друзья, о том, как елки формировать. Я вам оставлю в первом закрепленном комментарии ссылку. Вот была макушка, обрезанная в прошлом году. Елка у нас очень легко отращивает новые макушки. Но вот здесь они у нас лидируют, соперничают за лидерство, и никак одна вверх не вырвется. Но у некоторых елок в этом году вырвалось, и уже выросла новая. Сейчас покажу. Вот она, смотрите, какая красавица. Вот тоже срез был в прошлом году. Вот, видите, кстати, хорошо затягивается смолой. У елок ничего срезать. Срезать не надо. Ой, замазывать, друзья, после срезки. Да, вот эти, не надо обрабатывать срезы. И вот, смотрите, вот одна макушечка вырвалась вперед. Что дальше делаем? Если мы не хотим, чтобы она у нас дальше росла вверх, мы опять ее вот так вот режем в этом году. Все. И так мы можем вот здесь обрезать. Можем вообще формировать елку в форме шара. И елка у нас будет пушистая, красивая, устойчивая. И никаким ураганным ветром ее не повалит. В отличие от сосны. Сосны, кстати, ломают. Да, их редко вырывают с корнем, потому что там корневая система посильнее, чем у елок. Это действительно так. Но очень неплохо, знаете, сосны ломают. Вот. Поэтому вот это все, что касается елок. Посмотрите, какую красоту можно иметь. И если вот, кстати, у вас, знаете, вы стремитесь к какому-то малоуходному саду, или может быть лет вам много, потому что на нашем канале достаточно возрастная аудитория есть, и пишут такие комментарии, а что делать? Лет мне уже 60, сад я хочу, а времени нет. Я понимаю, сколько мне вырастить. Вот что делать? Вот, друзья, пожалуйста, вот такие обычные видовые ели вы можете сажать, формируя их обязательно, обрезая. Достаточно, друзья, один раз по кроне хорошо проходить елку. Вот так обрезая ее побеги, да, вот тут по бокам. И она у вас будет вот такая красивая, собственно, и замечательная. Пузыреплодники, быстро растущие кустарники. Посмотрите, какая красота. Можно формировать также в форме шара. Можно просто оставить их в своей естественной такой пантенообразной форме. Спиреи, да, дёрины и многие другие кустарники. Вот это все для малоуходного сада. Но видео, конечно, у меня об этом тоже есть. Пойдемте все-таки обрежем полиусы в телеге. А то уж очень некрасиво они у нас смотрятся. Да и Марта нас, по-моему, ждет. Да, моя красотка? Паша пришел мне на помощь, друзья. А, говори, с корнем оторвешь. Попытался. Не так-то это просто, друзья, оторвать с корнем. Видите, да, тут корни такие сильные. Ну, вот видишь, Паш? О, вот так вот. Я же говорила, секатором надо, Паша, с корнем, с корнем надо. Слушай, да пусть там эти корни будут. Прошу Пашу стрясти землю. Хотя Паша говорит, я все равно все в компост повезу. Но, друзья, знаете, компост с компостом. Вот эта земля мне пойдет еще на следующий год в другие кашпо. И опять же в телегу еще куда-то. Если эта телега еще будет стоять. Потому что вот эту землю, друзья, я не выбрасываю никогда. Нет, этой телеги уже, скорее всего, не будет. Ну, телеги, может, и не будет, а земля еще пригодится, друзья. Да, вот про землю сейчас тоже расскажу вам поподробнее. Сейчас вытащим этот весь гербарий. Так, ну что, освободили нашу телегу от земли, друзья. И по поводу земли. Вот эту землю из телеги, из кашпо, которая у нас остается после наших растений, я никогда никуда не выбрасываю. Мы стараемся ее с Пашей свести в какой-то один большой таз, такой полиэтиленовый большой контейнер. И обычно она стоит у нас в теплице всю зиму. Потом на следующий год я просто беру немножко новой земли, туда добавляю, перемешиваю, размешиваю и опять эту землю использую. Вот, если у вас земля хорошая, качественная, ну, у меня, например, такая. Более того, вот эти корешки даже, которые остались, они будут перегнивать. Таким образом, да, тоже образовывать здесь такую полезную питательную среду. Поэтому все это можно оставлять. Вот, но сейчас сюда, для того, чтобы все-таки было симпатичнее, мы поставим какие-то растения, которые удалось сохранить, когда были первые заморозки. Вот, то есть Паша заносили все в теплицу. Вот, и, наверное, наш участок все-таки преобразится. И еще я хочу убрать вот эти подставки. Они тоже уже ни к чему. Здесь стояли бегонии. Вот, бегонии, друзья, тоже еще довольно рано заносить домой. Вот, можно их легко оставлять. Первые, вторые, третьи, четвертые заморозки у вас вот этим клубнем, в земле им ничего не будет. Поэтому не бойтесь. Так, ну, а мы наводим порядок, чистоту, красоту, насколько это возможно. А, это в компост, да? Точно. Это же в компост. Ну что ж, сохранилось у меня несколько цветов пеларгонии вот в таких больших ведрах. Сейчас, мне кажется, они неплохо будут смотреться в этой дереве. Прямо вот так сверху можно поставить. Сейчас выращиваю, друзья, из черенков ее в этом году, весной. На канале есть видео, как выращивала, как укореняла. Можете смотреть, кому интересно. Если, конечно, это сейчас кому-то интересно. Просто мне кажется, что сейчас всем уже хочется отдохнуть от этого сада. Он дико всем надоел. Вот, и такие, конечно, осенние видео, они, не знаю, будут ли смотрибельными. А может, наоборот, и будут люди дома, вечером, да? Сад у всех закончился. Как ты, Паш, нормально смотрится? Как тебе телега? А мне кажется, ничего, да? Не хуже, чем было, да. Вы знаете, друзья, у меня в прошлом году здесь, в этой телеге, была пеларгония. И это тоже было очень-очень красиво. Но чем плохо высаживать непосредственно в телегу все эти цветы, пеларгония, я помню тоже у меня с первыми заморозками в прошлом году полностью вся замерзла. И стояли вот такие обмерзшие черенки, палки черные. И было очень обидно. И, конечно, в этом плане вот в такие различные телеги и прочие какие-то поставки лучше ставить цветы в кашпо, которые мы имеем возможность первыми заморозками занести домой. И потом вынести, опять поставить, все-таки смотрится, это гораздо лучше. Ну что ж, еще немножко полюбуемся на такой наш осенний сад. Паша смотрит телегу. Паш, ну ты говоришь, она все. Вот она, вот она. Ну давай, ладно, не ломай до конца-то. Нет, это сейчас мы... Пусть востоит. Прикрутим, наверное. Ну, прикрути чуть-чуть. Вот, а это уже сгнила. Все, да, гнилушки. Вот отсюда. Все. Ну, извините, во-первых, здесь и материал был, он уже не свежий. У нас отброски какие-то оставались. Вот поэтому зачистил, покрасил. Ну, всему приходит конец. Да, как лету. Конец пришел. Сад становится по-настоящему осенний. Ну, слушай, мне нравится телега, Паш. Вполне еще ничего. Она более такая уже естественная, как говорится, в сарческом виде. Нет, она не вылизанная такая, знаешь, как и надо. Да, колесо у нас такое наполовину уже все. Ну, колесо от настоящей телеги, да, я говорила. Ну, колесо от настоящей телеги, да, я говорю. С первыми заморозками у нас, конечно же, друзья, подморозили сиканы, как вы можете видеть. И, как я вам уже говорила, я их пока тоже не спешу выкапывать. Корневище их еще растет, дозревает. И чем дольше оно будет находиться в земле, то тем лучше. Я тоже обычно их копаю, мы, ну, в конце октября. Как-то был случай, что даже в начале декабря я их копала. Помню, как мы все никак не могли за это взяться. Не было времени, Паша был занят на работе. И я их копала вообще, друзья, в начале декабря. И они, кстати, у меня прекрасно все потом сохранились и хорошо зимовали. Кто спрашивает, могут ли каны зимовать без выкапки? В южных регионах могут. Но в том случае, если у вас температура, ну, бывает, опускается ниже нуля, но ненадолго и на чуть-чуть ниже нуля. Если все-таки у вас стабильно бывает минус 10, то, друзья, лучше выкапывать. Могут перезимовать, а могут нет. Вы просто рискуете. Вот, я вам скажу так. А если вы в каких-то южных регионах, конечно, например, где-то в южных странах, там вообще каны не выкапывают. У меня одна подписчица есть в Соединенных Штатах. И она мне высылала огромные каны, которые у них там везде растут. И даже говорила, Светлана, вы так любите каны, давайте я вам пришлю большое количество новых интересных сортов. А я спросила, да как бы я ни против, но, насколько я знаю, высылать растения из-за рубежа не так-то и просто. На них должен быть определенный там санитарный сертификат, ну и прочие какие-то такие моменты могут быть с этим связаны. И когда она пообещала мне узнать, узнала, и действительно она сказала, да, Светлана, вы были правы. Во-первых, это очень-очень дорого отправлять растения, а во-вторых, это действительно не так-то и просто. Вы знаете, капает дождь, и я хочу немножко сказать пару слов, друзья, еще раз про осеннюю обрезку, когда ее делать, и про осеннюю посадку. Сейчас осенью очень хорошо сажать растения. Знаете почему? Потому что земля прогрета, и она будет оставаться прогрета еще долгое-долгое время. Но прогрета она ровно настолько, сколько надо к корням растения, для того, чтобы у них начали расти всасывающие корни. Более того, у нас растения, друзья, осенью уже не тратят силы на то, чтобы выгонять свою наземную часть, все стебли, побеги, листву, завязывать бутоны, на цветение выходить, они уже это ничего не делают. И все силы, друзья, растения пускают на укоренение. А укореняются многолетние растения лучше всего как раз-таки при более прохладной температуре, чем она бывает весной и летом. А земля прогрета, самое то. Поэтому не пренебрегайте никогда осенней посадкой растений. Более того, растения, посаженные осенью, у нас получаются более здоровыми, с более сильным иммунитетом, чем те, которые мы сажаем весной или летом. Имейте это в виду. Даже розы я рекомендую сажать в октябре. И по поводу, друзья, обрезки. Кстати, о том, какие растения любят осеннюю посадку, на моем канале есть видео. Я снимала его еще 3 или 4 года назад. Ссылку я вам оставлю в первом закрепленном комментарии. И поэтому, если вы переживаете, вот купили или думаете, что купить, а не знаете, когда сажать, вот посмотрите это видео. Я там подробно обо всем рассказала. Ну и, друзья, об обрезке. Мы производим обрезку тех кустарников, которые надо обрезать, только после листопада. Пока у нас кустарники в листях, друзья, или многолетние цветы в листях облиствленные, еще листва на них не завяло, мы ничего не режем. Например, все, что касается обрезки гортензии, их сейчас резать еще рано. Как бы сильно кому-то не хотелось. Но рано, друзья, но рано. Они должны полностью пожелтеть, все их листья, и превратиться вот в такие сухари. И только после этого мы гортензии обрезаем. Пока листья у нас вот такие зеленые, местами желтые, но не опали, то резать их еще рано. Все гортензии режем только после листопада. Друзья, на моем канале есть большое количество видео об обрезке вот этой даже древовидной гортензии. В разные времена года, с разной обрезкой. Канал мы ведем уже 5 лет, и за эти 5 лет я показала обрезку этой гортензии. И тот результат, который я получала после ее обрезки, в самых различных вариантах. Вот последний вариант. Я остановилась на высокой обрезке. Мне нравится больше всего. Гортензия моя не лежит на земле, как вы можете видеть. Да, вот уже конец сентября, и она еще достаточно красиво смотрится. Ссылочку, друзья, на все видео по обрезке не только этой гортензии, а вообще всех гортензий, метельчатых, крупнолистных, об их формировании я вам оставлю в первом закрепленном комментарии. Прям ссылка на плейлист. Все видео там можно смотреть абсолютно бесплатно. Но, друзья, если вы... У вас нет времени на такое количество видео, на их просмотр, и вы хотите как-то более четко, да, структурированно получить информацию еще и со схемами, и с картинками, то на моем сайте superodpustnodachi.ru есть вот такой сборник по обрезке гортензий древовидных, метельчатых, крупнолистных. Сейчас в это время года очень актуально, поверьте мне. Вот сборник полностью мой авторский. Много фотографий, много моих объяснений. Ветер, друзья, мне мешает немножко. Вот как раз эта гортензия, которую я в разное время года обрезаю. И в итоге что получаю? Да, вот это у меня средняя обрезка была. И вот такой куст после средней обрезки. Высокую обрезку. Вот высокая обрезка. Мне по грудь я резала. Вот этот куст, да. Вот. Срезаем только верхние соцветия, захватываем одной-двух почек. В итоге я получала вот такой куст. Ну, тоже достаточно красиво было. Ну, и низкая, друзья, обрезка мне на этом кусте совершенно не нравится. Вот очень много способов по обрезке метельчатых, древовидных и крупнорестной гортензии. Если зайдете ко мне на сайт, заглянете, буду рада. Потому что, друзья, вы там найдете не только ведь этот сборник. А еще вот такой сборник по осеннему уходу за травянистыми растениями сейчас осенью. Здесь, да, описан мой уход, мой опыт за уходом вот такого количества растений. Вот сейчас осенью. Друзья, вот, посмотрите, как много информации. Уверена, вся она очень полезна. Также, друзья, по лаванде. Кто любит лаванду, хочет ее иметь в саду, но никак не может вырастить. Там и семян начеринковать не умеет. Пожалуйста, отдельно по лаванде. Делай вот такой сборничек. Он небольшой, но тоже достаточно такой подробный. Вот тоже мои фотографии, мои схемы, мои различные тут наработки, да, которые я рассказываю. Это пересадка, обрезка, как резать лаванду. Ее уже надо очень грамотно, друзья, обрезать. Лаванда – это полукустарник, и надо понимать, как ее резать. Ну, хотя видео на моем канале тоже есть, друзья. Это для тех, кто не хочет видео смотреть. А для тех, кто любит готовить, и кому сад не нужен, есть вот такие два сборника – салаты и выпечка. Торт и кексы, пироги. Все очень и очень вкусно. Так, ну что, разборники рассказала. Не знаю, сегодня какое-то такое видео, друзья, видите, дождь собирается. Паша говорит, может, дерево посадим, а дерево не хочется сажать. Хотя, кстати говоря, надо сажать по дождю. Когда дождь вот так чуть-чуть идет, самое лучшее время для посадки. Я об этом раньше не знала, а помню, когда только сад свой начинала сажать растения. И я помню, как-то я сажала в дождь. У меня было такое огромное желание создать сад, и я занималась этим в каждую свободную минуту. И даже тогда, когда была непогода, и был дождь, я все равно выходила и сажала. Я помню, как-то дождь сажала, а ко мне папа зашел и говорит, ой, как ты хорошо сажаешь, так дождь, ой, как хорошо-то. Я говорю, а что хорошего? Он говорит, ну как что, у тебя все примется. А я еще в тот момент этого не знала. Я говорю, как примется? Ну как же, ты же в дождь сажаешь. У тебя, говорит, все примется. До сих пор, конечно, я уже приобрела большой опыт. Он мой, личный, друзья. Я самоучка, нигде не училась. Поэтому, если вам нравится наш канал, вдруг вы впервые на нем подписывайтесь. Если вы наш постоянный зритель и продолжайте нас смотреть, я тоже говорю вам большое спасибо. Потому что иногда бывают разные моменты в жизни. Мы все люди, мы все непрофессионалы. И бывает, и нет настроения, приходится что-то снимать. Вот сегодня у меня какой-то такой, знаете, немножко, ну не такое настроение, чтобы вот что-то вот прям такое веселенькое снять, классное. Многие, кстати, из вас пишут, почему чай давно не пили. А вот, друзья, нет настроения в этом году чай пить. Вот не поверите. Вот нету его. Я думаю, не только же у нас его нету. Не будем уже объяснять, по каким причинам. И ну нет вот этого задора какого-то, с которым... Пьем воду чистую вместо чая. Воду чистую пьем, да. Какие-то проблемы решились, вот. А каких-то стало больше. Все мы меняемся с возрастом, с опытом, еще раз говорю. С теми событиями, которые с нами происходят. Когда мы начинали этот блог, с нами был наш друг Буян. Больше Буяна с нами нет. Теперь есть другие члены нашей семьи. Но все это откладывает отпечаток на наше общее состояние. И поэтому, если вы пятый год с нами, то я искренне вам за это благодарна. И всем вам желаю, друзья, хорошей осени. Свершения каких-то ваших задумок. Еще раз можно сейчас все сажать. Создавать новые цветники. Обрезать после того, как будет листопад. Поэтому еще рано. Можно сажать сейчас в это время. Обрезать будем позже. Ну и, конечно, друзья, чтобы солнце нам всем светило. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok